В Екатерининском дворце города Пушкина было до войны одно из чудес света. Янтарная комната. Из многочисленных описаний, видевших ее, мы выбрали рассказ французского писателя и искусствоведа Теофила Готье. Только в волшебных сказках «Тысяча и одной ночи», где архитектура дворцов доверена чародеям, духам и джинам, можно увидеть залы из алмазов, рубинов, гранатов и других драгоценных камней, обычно употребляемых для ювелирных изделий. Янтарная комната. Отнюдь не поэтическая гипербола, а реальность. Это не тесный бадуар, не маленький кабинет, а довольно большой зал, целиком отделанный с трех сторон янтарной мозаикой. Глаз, не привыкший видеть этот материал, использованный в таком масштабе, изумлен и ослеплен богатством и теплотой всех оттенков желтого. От дымчатого топаза до светлого лимона. Золото резьбы кажется тусклым по соседству с янтарем, особенно, когда лучи солнца падают на стены и пронизывают жилки, как бы скользя по ним. Известно и другое. В сентябре 1941 года немецкие войска, стремительно продвигаясь к Ленинграду, вышли к городу Пушкину. В сложных условиях военных действий сотрудники музея успели отправить в Ленинград более 70 тысяч предметов из художественных коллекций дворца. Однако демонтировать и вывести янтарную комнату не удалось. В разрушенном дворце комнату осмотрели два немецких офицера, по гражданской специальности историки искусства. И вынесли заключение. Ее можно демонтировать. Летом 1942 года генерал-фельдмаршал Кюхлер, исполняя приказ обер-президента Восточной Пруссии Гауляйтера Коха, отправил комнату в Кёнигсберг. Ее смонтировали в Королевском замке, где в 1943 году она предстала перед избранными посетителями. Это фотографии из журнала «Пантеон», изданного в Берлине в 1942 году. Весна 1945 года. Кёнигсберг в кольце. Восьмого апреля гарнизон города капитулировал. Но знаменитой янтарной комнаты в Королевском дворце не оказалось. Существует немало версий о месте ее нахождения. Одна из них наиболее вероятная. Янтарные панно остались в Кёнигсберге и были захоронены в одном из многочисленных подвалов. Однако в обследованных здесь помещениях пока ничего найти не удалось. Есть и другие предположения. Ряд исследователей считают, что янтарные панели были вывезены из Кёнигсберга сначала морским путем, а затем по суше отправлены вглубь страны, где были захоронены в шахтах или искусственно вырытых катакомбах. На этой карте, опубликованной в журнале ЦАЙТ, указаны предполагаемые места их захоронения. Но и эти предположения пока не подтвердились. Приступая к восстановлению Екатерининского дворца, когда еще была надежда разыскать похищенное панно, было решено воссоздать только часть интерьера янтарной комнаты. Резное убранство, плафон, паркет, а стены затянуть тканью. Этот вопрос не пересматривался до тех пор, пока в Калининграде, центре добычи янтаря, не родилась идея иметь свой музей. Но для того, чтобы иметь музей, ему необходимы экспонаты. А их в Союзе не так уж много. Поэтому пошли по пути создания копий. Была организована специальная бригада. Проектные работы осуществлял ленинградский архитектор Генрих Хазацкий, а работу с янтарем Альберт Ванин, братья Ерцевы, Александр Журавлев и другие. Выполненные ими копии были настолько хороши, что даже эксперты не всегда могли отличить их от оригиналов. А если так хорошо получаются копии, то почему бы не попробовать сделать для музея уменьшенный в масштабе фрагмент янтарной комнаты? Специалисты высоко оценили эту работу. По характеру резьбы и раскладки тонированного янтаря она визуально была очень близка к утраченному оригиналу. Эта удача подтвердила возможность второго рождения янтарной комнаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова